Здесь все самое необходимое для бойца, находящегося в зоне СВО. Рюкзаки и майки, термоноски, нижнее белье, тактические очки, балаклавы, берцы и разгрузка. Это уже третья партия гуманитарного груза, которую собрал и отправляет индивидуальный предприниматель Николай Юманов. Третья это по счету. Первый был, это мы для гражданских лиц отправляли одежду. Это в начале, когда в Донецке эти боевые действия начались сильные. И тогда действительно была просьба, чтобы помочь гуманитарному населению освобожденных районов. Мы тогда отправили где-то больше, чем на 200 тысяч одежды. Но в основном это была детская и женская. Вторую партию мы отправили. Это когда вообще началась общая мобилизация. И тогда я говорю, что видели, что многие парни просто приходили. В военкомате мы выдавали список, что нужно было приобретать. Ну и вот мы, наверное, неделю поторговали. Ну а потом, честно сказать, совесть стала мучить, ну наживаться на этом. И я дал команду, я говорю, собирайте все вот это, что у нас там были, разгрузки, все тоже берцы. И мы собрали, и тогда где-то 1170 мы тоже отправили вот эту грузу. Боец с позывным «Гром» приехал в родной Леонидск-Кузнецкий в отпуск. Именно с ним решено отправить часть гуманитарной помощи. Помощь, она все равно нужна, как бы необходима. Потому что порой иные вещи, они либо бывают такие моменты, что мы их оставляем, чтобы сами где-то сменить позицию. Но порой не всегда мы за ними возвращаемся, потому что либо это рисково, либо они просто сгорают. Как бы, да, какие-то комплектации выдает Миноборона, какие-то гуманитарка, и это очень нужная вещь. Вроде бы она сейчас лежит, она нужна прямо вот, ты ее берешь с собой. А бывает, что она нет-нет, не нужна, а потом холост, она тебе нужна, как никогда. То же самое нательное белье, маскалат, как бы некоторые ищем. Для работы. Потому что, как бы, сейчас теплеет там, как бы, окрас меняется, и, как бы, камуфляжную форму мы тоже стараемся для окраса тоже, чтобы быть незаметными. Гуманитарная помощь, которая приходит из родного Кузбасса, помогает бойцам выполнять поставленные задачи и всегда помнит, что дома ждут. В гуманитарке я сколько раз вот даже открывал, там бывает, то где-то в носке, то где-то там в кармане какая-то, что-то бумажка шелестит. Ты так достаешь, там, ты рисунки, картинки, там, где-то от ребенка, где-то от какой-то девушки, от пацана какого-то дворового или там мужчины. Вот. И еще я очень хочу сказать большое спасибо Николаю за то, что он нам столько вот, как бы, вещей выделил, как бы, даже того же самого оружия, то есть холодного элементарно. Очки тактические, там, разгрузку, как бы, прямо вообще я очень благодарен. Я, как бы, хочу сказать спасибо от всех ребят, те, которые сейчас на передке и от своей группы, то есть от самой своей бригады, от своей группы, ну и от самого себя лично прямо хочу огромное спасибо сказать. И всем тем, кто отправляет гуманитарку туда на передок. Удачи тебе, удачи. Самое главное, на фронте нужна удача. А вам большое спасибо. Будем живы, еще поможем.